На библейский портал «Икзегет» пришел вопрос о клятве. Запрещена ли клятва? В чем разница между клятвой, которую запретил Христос, и обетом священника и монаха? — Не головою твою не клянись, — говорит Христос в пятой главе Евангелия от Матфея, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет слово «вы» ваше, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Хороший очень вопрос, потому что в нем уже содержится ответ. Если посмотреть обет, который дает монах, то он не говорит «я клянусь» в целомудре, в нестяжании и в послушании, три обета он дает, он произносит удивительные слова, он говорит «ей», то есть «да», «богу содействующую», то есть при содействии Бога «да». Потому что, как говорят святые отцы, как только ты сказал «я сделаю», ты стал похож на апостола Петра, который говорит «все отрекутся, а тебя только не я». И Господь, видя его такую вот горячую, может быть, любовь к себе, но упование на себя и на свои силы, он попускает ему такую ситуацию, в которую он предает Христа словом. И горько-горько плачет об этом потом всю свою жизнь. Поэтому в клятве, и именно из-за этого и запретил нам Христос, есть гордое упование на себя. Да, я клянусь, будет так. А как ты можешь знать, как будет? Если Бог поможет, то да. Поэтому вот это «ей, Богу» немножко еще у некоторых осталось это в нашем языке. На самом деле это самое точное утверждение. И это, если мы говорим это с рассуждением и с пониманием, то это совсем не упоминание имя Божие в суе. Как раз это то само утверждение, которое соответствует Евангелию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.